Приветствую вас, и если говорить о профессиональной помощи вам, если говорить вот именно конкретно о том, чтобы вам помочь, да, если говорить о, значит, именно помощь вам, то мне кажется, что речь здесь нужно вести исключительно и только об обособлении вас от своих родителей. Вот так. То есть повышение уверенности в себе, значит, освобождение своих желаний, освобождение своих потребностей, освобождение своих чувств, в конце концов, которые у вас безусловно есть, безусловно есть и безусловно они эти чувства играют свою роль. Вот. И, соответственно, учиться самостоятельно принимать решения, учиться самостоятельно действовать, без оглядки на сестру или родителей или кого бы то ни было еще. Вот. То есть очень важно понять, очень важно понять вам, что то, что вы делаете сейчас, то, что вы, может быть, пытаетесь, сделать сейчас. Вот. Это, по сути, бег в колесе. Бег в колесе. Потому что попытка доказать что-либо родителям, да, у которых есть свое понимание, свое видение мира, ни к чему не приведет. Абсолютно. Ни к чему не приведет. И вам это нужно понимать. Вам нужно понимать, что у этого нет никаких шансов. То есть, родители, они не изменят своего отношения к вам. Они не будут свести себя по-другому. Они не станут к вам прислушиваться. Они действительно вас не поймут, но это все не важно. Не важно. Понимаете? Какая история. Это все не важно. Вот на самом деле, да, действительно, что это все не важно. Потому что живете вы, а не родители. Знаете, живете вы, а не родители. И, соответственно, только вы решаете, как складывается ваша жизнь. Вот. Поэтому мне кажется, совершенно нормальным и очевидным тот факт, тот факт, что ориентироваться вам нужно не на своих родителей, да, а на именно себя. На себя и на свои потребности. А для этого необходимо освободиться от внутренних запретов, которые у вас есть. Понимаете? Какая история. Освободиться от внутренних запретов, которые у вас есть, это принципиально важный момент. Освободить свои чувства, свои желания. Все это освободить. И только через освобождение этого, да, только через освобождение этого, прийти к пониманию истории. Прийти к пониманию реальности. Прийти к пониманию того, что с вами происходит. Заметьте, да, заметьте. Вот вы пишите, чтобы мы вам помогли, помогли. Ну, то есть вы хотите, чтобы мы вам помогли. Но как вам помочь? В чем вам помочь? Да? Мы не поможем вам переубедить ваших родителей. Это невозможно. А да, то есть невозможно переубедить ваших родителей. Это люди, у которых есть своя сложившаяся система ценностей и своя схема, своя картинка мира. Вот. Поэтому я думаю, что родителей мы не переубедим. Но что-то мы можем сделать, это помочь вам. Почему для вас так важно мнение родителей? Чем оно для вас так важно? Что оно вам дает? Для чего вы живете? Видите ли вы, что когда вы действуете, когда вы поступаете в соответствии с тем, что хотят ваши родители, или ваша сестра становится только хуже? Я понимаю, что у вас есть стыд. Я понимаю, что у вас есть такое чувство, как стыд, и что оно постоянно вам мешает. Я понимаю, что у вас есть неуверенность в себе. Я понимаю, что у вас есть непринятие себя и возможная идея доказать всем, в том числе и, допустим, родителям, что вы можете, что вы достойны, что вы способны, что вы справитесь там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я понимаю. Я это все прекрасно понимаю. Но это не меняет ничего. Понимаете? То есть первое, что нужно, это определиться с проблемой, которая есть. Вот. Первое, что нужно, это определиться с проблемой. Что это за проблема у вас? То есть, грубо говоря, что для вас, что для вас, что для вас есть проблема. По факту. Вот. Понимаете? По факту, по факту, ваша проблема для вас же загружается в том, что вы не способны принимать свои собственные решения. Правильно? Ваша проблема заключается в том, что вас не понимают, как вы говорите, другие люди. А какой им смысл вас понимать? Какой им мотив вас понимать? Для чего им вас понимать? Чтобы что вас понимать? То есть, ведь люди же, тем более взрослые люди, да, они же, они же должны иметь мотив. То есть, если я стараюсь человека понять, да, то я делаю это для чего-то. То есть, я делаю это почему-то. Я делаю это либо потому, что, например, мне этого хочется, либо, ну, по какой-то, по какой-нибудь еще другой причине. Вот. А в данном случае никаких, никаких причин для того вас понимать нет. Зачем? Вы, в общем и целом, и так делаете все, что нужно, и дальше, я полагаю, больше. Вот. Понимаете? Так что, здесь нужно вам, опять же, ориентироваться исключительно на себя. Исключительно только на себя и на свои желания, на свои ценности. Вот. На свои потребности. Вот. И так далее. Это то, что вам нужно делать. Дальше. 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 Вы пишите, что родители вас не поддерживают. На мой взгляд, на мой взгляд, ну, можно задать логичный вопрос, да, вам. А зачем им, родителям, то бишь, вас поддерживать? То есть, для чего им вас поддерживают? Зачем вам нужна их поддержка? Могут ли они вам эту самую поддержку оказать? Мне почему-то кажется, что нет. Мне почему-то кажется, что не могут. Мне почему-то кажется, что они на это не способны. Вы в этом не знаете? Одно здесь нужно искать других людей, которые способны вам это дать. На первых порах это может быть психолог. Именно на первых порах. А дальше уже можно и нужно будет смотреть на эту ситуацию. Вот. Исследовать эту ситуацию. И, соответственно, решая ваши проблемы, решая ваши противоречия, отвечая на ваши вопросы и прибавляя вам уверенности в себе, можно будет уже постепенно становиться что-то более независимым. Ну, например. Например. Почему ваш молодой человек, да, говорит вам, чтобы вы поехали к родителям и всем рассказали? Какое объективное ему вообще дело до всего этого? Далее. Какой вы хотите реакции на свое решение? Еще раз. Какую реакцию вы хотите? Я не говорю сейчас о том, что вы скажете там, что вы там подберете слова какие-то, да, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю о другом. Я говорю о том, какую реакцию вы хотите. Вы же понимаете, что все дело в ней. Все дело в реакции, все дело именно в этом, не в том, не в том, чтобы сказать правду. А все дело в том, что вам нужна поддержка, потому что вы в себе не уверены. Но если вы в себе не уверены и вам нужна поддержка, то получая обратную связь в виде такой вот истории, да, то есть в виде вот таких вот моментов. в виде моментов обрядной связи от родителей, вот, вы будете сталкиваться с их видением. Потому что люди поддерживают так, да, люди поддерживают так, как умеют. Они не поддерживают так, как вам хочется, к сожалению. Вот, они не могут, не могут так поддерживать, вот. Это не работает так. Опять же, к сожалению, да, вот. Вот, вот и все. Вот, вот и все. Вот именно так, именно так. Вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. То есть, если вы, если вы видите, если вы видите реально проблему, если вы хотите реально свою проблему решить, да, если вы действительно хотите свою проблему решить, то вам нужно обратиться к психологу, вот. И все ваши противоречия, начиная от комплексов, да, и заканчивая корректированием своих отношений, вот, разобрать с психологом. И тогда у вас все получится, как это не парадоксально звучит. Тогда у вас все получится, и вы сможете уже действовать свободно. Вы сможете действовать свободно, не обращая внимание на какие-либо негативные последствия, вот. Ну, со стороны тех или иных людей. Понимаете? Какая история, какая история. Ну, вот и все. Вот это то, что вам действительно нужно сделать. Это то, что вы действительно можете сделать. Если, если хотите, конечно. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Обратите внимание, обратите внимание на психотическую реакцию у вас. Да? То есть, ориентирование на других людей, не на себя. Вот. То есть, обратите внимание просто на это. Обратите внимание просто на это. Обратите внимание просто на это. И спросите себя, не про вас ли эта история? Не связана ли она с вами, эта история? Если похоже, равно как, скажем так, есть драйвер. Драйвер, да, есть такой же драйвер, он называется, угодим, угодим, угодим. Вот, если вы добраете драйвер, то тоже посмотрите в интернет. Установка такая жизненная, есть угодим. Типа, что ты должен, или, там, должна, да, мне угодать. Ого. Вот, соответственно, исследуйте этот момент. Что же? Посмотрите про это в интернете. Что же? Поисследуйте это в интернете. Что же? И я думаю, что, если у вас будет желание, да, если у вас будет желание, то можно будет с этим поработать. Можно будет это исследовать. Можно будет это исследовать и вам помочь тогда. В таком, ну, в таком случае, может быть, вам помочь. Вот. А пока, пока что, вы даже непонятно с чего вы хотите. Да? Как бы. То есть, вот, вы хотите, да, чтобы мы переубедили ваших родителей, да, но я уже сказал, что это невозможно. Ваши родители, да, это, люди, у которых есть своё представление о том, как это должно быть. И это имеет право на самом деле, это имеет право на существование. Вот. Так что, ориентироваться нужно вам на себя только. А вот доверять своим чувствам, да, как доверять своим чувствам, это, это уже, я бы сказал, что, ну, это уже искусство. Ну, может быть, прямо не искусство, но это уже навык. В любом случае, это навык. Это навык, который вам, в том числе, да, это навык, который вам, в том числе, нужно будет освоить. Вот. Понимаете? И, освоить в этот навык, вы сможете лучше контролировать своё поведение. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится наилучшим образом. Вот. Я, я желаю вам всего самого доброго и удачи.